Этой ночью, точнее уже под утро, в пятом часу на восточной окраине Екатеринбурга в районе птицефабрики, в тихом переулке тишиной не пахло. Одна из трех частных изб, которые приютились, вероятно, в самом коротком на карте большого города переулке, в двухэтажном доме на двух хозяев, вспыхнула одна из половинок. Когда-то домовладельцы возвели себе жилища в одном стиле и под одной крышей. Но когда беда постучалась в их совместные ворота, огненосную чашу, испить пришлось обитателям лишь одной из половин дома. Вторая, куда и залетел красный петух, пустовала. Вероятно, это и уберегло. Одну из семей от погибели. Соседи-погорельцы проснулись в тот момент, когда второй этаж и солидарная крыша уже вовсю пылали. Когда в тихий переулок примчались огнеборцы, адское пламя переметнулось на вторую половину дома. Еще бы чуть-чуть, и огонь поглотил соседскую избу. Самую крайнюю на углу, где тихий переулок, изгибаясь, переходит в колодезный. В битве с огнем два десятка пожарных задействовали полдюжины водяных стволов, и жуткое пламя удалось укоротить. В момент утушки сотрудникам ДПС даже пришлось на время перекрыть часть улицы Варшавской, чтобы протянуть пожарные рукава от гидрантов. По прибытию, вместо вызова первого пожарно-спасательного подразделения, было установлено, что открытым пламенем горит двухэтажный частный жилой дом, с 8 роторов на стремление огня на рядом стоящие дома. В связи с чем начальником ГРУЛа было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств в рамках пожара один из. Всего нарушение пожара было переключено 4-5 минут с пожарно-спасательным техниками, 20 человек личного состава. Для локализации пожара было использовано 6 водяных стволов, а также 2 пожарных гидранта на отдаленностье 160 и 220 метров от пожара. На данный момент пожар локализован, в силы средства границовно осуществляют разборку и поливки бережных конструкций. Точность пожарной локализации составила 150 квадратных метров. По горькой иронии судьбы, за несколько часов до жуткого пожарища в Тихом переулке, птицефабрика, то есть целый микрорайон, погрузился во тьму кромешную. По свидетельству очевидцев, накануне в 3 часа пополудни в домах и даже в местных магазинах погас свет. На дорогах отключились светофоры, а в одной из жилых высоток в кабине остановившегося лифта остался человек. Неудачливого жильца, в конце концов, вручную удалось извлечь из лифта. По сообщению энергетиков пресс-службы Россетей Урал, произошло далее цитата «Двойное технологическое нарушение в сетях иных собственников. Владельцы оборудования устраняют проблему». Конец цитаты. Местные жители утверждали, что их локальный конец света продолжался 7 часов. Продолжение следует...